Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я с изменениями. Как вы видите, у меня реснички новые. Как вам, ребята? Мне очень понравилась работа мастера. Мне понравилось абсолютно все в этом салоне. Я вам снимала влог и в инстаграме тоже оставила ссылочку. Так что можете перейти и пойти тоже сделать себе реснички. Если давно ищете хорошего специалиста. Я один раз ходила на реснички, но после этого так захейтили меня и мастера тоже. То есть многим не понравилась работа. В этот раз наоборот. Все в инстаграме заценили, всем понравилось, чему я безумно рада. Потому что как-никак, если даже тебе нравится, если все твои окружающие говорят, фу, какой ужас, все, у тебя тоже появляется антипатия. Это знаете, на что похоже? Я однажды купила пиджак в Нью-Йорке. Пришла домой. Мама сказала, какой ужас. Верни. Потом отправила максимально доброй подруге. И она сказала, ну знаешь, как тебе сказать, Айка? Ну, не очень. Шелли обычно никогда резко не высказывается. Ни по поводу ничего просто. Вот мне настолько нравился этот пиджак. Все-таки, ой, дедовский пиджак. В общем, так получилось, что после этого мне пиджак разомравился. Кстати, вот такая вот пицца продавалась у нас в столовой в школьные времена. Ну, она была меньше размера. Стоит такая у нас один манат 45 рублей. В супермаркете взяла. Как я ее обожала в школьные годы. Но тогда она была значительно меньше. Это покрупнее. Как сейчас помню, стоила 12 рублей. Или 14. Я старалась откладывать денежки, которые мне дают на столовку. Поэтому мне всегда получалось купить себе пиццу. А сейчас зашла в супермаркет. взяла несколько булочек. И понимаешь, как хорошо быть самостоятельной, взрослой. Даже, знаете, какой бы богатый муж не был, надо иметь хоть минимальную зарплату. И работать хоть где-то. Потому что, когда женщина независимая, она может себе позволить все, что угодно. Хотя сейчас может быть и мужья, которые покупают все, дают бельдаметные карточки, но все равно ежмотов тоже много. Поэтому это кайф работать. Когда я получила первую свою зарплату, я просто не знала, куда ее потратить. Это было 5 тысяч за месяц. Я заработала 5 тысяч. Я работала каждый день всего 2 часа. Это было сам хедмятин. То есть паспорт стол. 5 тысяч это, конечно, маленькие деньги, но учитывая тот момент, что я работала всего 2 часа, терпимо. я прям не знала, куда потратить эти деньги. Куда? Я, конечно же, купила всем по небольшому подарочку, купила тортик и отметила первую зарплату. сейчас, когда папа хочет мне что-то купить, вот скоро у меня день рождения, мама спрашивает, что же тебе купить? не знаю, почему, у меня просто такое ощущение, что я им должна, а не они мне. И даже в день рождения я говорю, ничего не надо, маму, ничего не покупать. Купи себе что-то. из курица, помидор, сыр и перец острый. очень экономит время, когда у вас реснички, тенями вообще не красишься. Просто брови накрасила, готова. А брови я ищу хорошего специалиста. брови если вам не трудно, а я знаю, что вы сделаете. Покидайтесь, пожалуйста, мне, если вы живете в Баку, может, среди ваших знакомых или близких кто-то делал. я остался доволен результатом. Я вот, например, хожу на лазер, там девушка, лазеролог. У нее офигенные брови. И она, говорит, три года назад делала татуаж, осталась очень довольна. Но я всегда смотрела на ее брови и думала, вау, как круто, я тоже так же хочу. А потом она показывает свою коллегу, которая тоже сделала брови у этого же мастера. И просто разница колоссальная. То есть получается один и тот же мастер может одному сделать хорошо, а другому как-то не очень. Наверное, это все зависит от кожи тоже, то есть от заживаемости. Насколько организм принимает этот фигмент, наверное, все-таки такие вещи тоже влияют. в общем и целом я потом когда увидела другую ее коллегу, я поняла, что все по этому мастеру я больше не иду. У нее как бы немного выцвел цвет. Интересовалась насчет того, что как можно посадить брови. на голову что же сажают волосы. А сейчас новая схема. Сажают волосы так же как на голову просто брови. Мне кажется это идеально просто. Начала интересоваться по этому поводу. Знакомая знакомая моей знакомой короче сделала эту процедуру. Заплатила 30 тысяч рублей. и в результате волосы не прижились. И получается что клиника тоже не несет гарантию за то, что эти волосы приживутся. То есть мы посадили а дальше это ваши проблемы. Как не было бровей так и нету просто ушла кругленькая сумма денежек. после того как я сделала губы мне какое-то желание совершенствоваться меняться. Не то что пластические какие-то операции но просто уход. У меня например перхоть в последнее время я думаю может сходить на какой-то уход специальный профессиональный. я причем заметила что у меня конкретно перхоть видна когда я пришла домой после ресничек мне реально так стыдно стало что я прям как бомжиха пошла с перхотью очень стыдно стало бывать у вас такое пишите в комментариях вроде уже сходила уже дома остыдно стало только сейчас удачу Вкуснотища, очень вкусная, особенно вот эта круглая пицца. Хотела две взять, осталась только одна. Спросила, есть ли хот-доги, хот-догов тоже не было. Были булочки с картошкой, их я не хотела. Но это тоже очень вкусно. В общем, смотрю на некоторых девушек, и у меня появляется желание ухаживать за собой. Мне хочется просыпаться и быть красивой. Неохота рисовать брови, красить реснички. Встала и пошла. У одного косметолога было написано, что косметология, это когда просыпаешься. Нет, когда засыпаешь, и красота не смывается. Я так подумала, золотые слова. Пойду-ка я тоже что-то делать. Например, маме, я предлагаю что-то сделать, куда-то сходить, там, процедура, не процедура. Мама, я боюсь, я не хочу. Как бы у нее нет особого такого желания. Вот у нее готовка, не знаю, кухня, новая посуда. Вот такие вещи она любит. А то, что вот ухаживать за собой, не знаю, какое-то наращивание, увеличение губ, она не так тоже пойдет. Я и так хорошо выгляжу. Я завидую тем людям, которые просто себя любят, такими, как я не есть. Я не искренне вам завидую. Потому что у меня сразу появляются какие-то комплексы. Я хочу, чтобы бровь была вот так вот. Я хочу, не знаю, нос, чтобы был чуть-чуть вот так вот. Жалья показала мне фотки своей подруги из России. Она из России приехала сюда, чтобы сделать нос. Я осталась безогранична, просто довольна своим новым носом. Здесь сделали такой маленький пусенький носик. Такой офигенный нос ей сделали. Мне кажется, просто здесь и в Турции еще очень хорошо делают носы. Потому что очень много желающих. Каждая, наверное, седьмая азербайджанка обязательно делает нос. Я всегда думала, что меня это не коснется. Но как-то мне начали в комментариях писать, Айка, у тебя большой нос и все дела. И я начала задумываться. Возможно, когда-нибудь я решусь на это. Я тоже сделаю нос. Мне нравится размер носа. Я не хочу нос меньше. Единственный момент, который меня не очень устраивает, это то, что кончик смотрит вниз. Я хочу, чтобы он смотрел вверх. И то, что вы делаете типа гелем. Вы смотрите на фотографии. Жаль, я сделала нос гелем. Наоборот, он стал еще больше у нее. Поэтому нос переделывать гелем я не хочу. Если делать, делать основательно. Последний кусочек. Очень вкусно. Всего стоит такая штука. 80 копеек. Прямо наесться можно. Есть куча людей, которые не согласны со мной. Против вмешательств всяких и все дела. Я просто считаю, что если это вас делает счастливыми, то есть это каким-либо образом меняет вашу жизнь, то есть вы это делаете не для кого-то, а чисто для себя, то почему бы нет? В общем, мои хорошие, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это было так, то ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что все самое важное и свежее именно там. Всех люблю, целую. Пока.